Книга «Открытым оком», 18 том, тема богослужения, вопрос 3202. «Хотя бы примерно можно узнать, кто составлял отдельные части богослужений, каноны, икосы и разные запевы», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Приходится доверяться книгам. А откуда авторы брали эти сведения, а того вообще мало написано? Обычно ссылаются на те материалы, в которых то или иное сообщение впервые встречается, и считают, что именно с этого времени уже было. А когда возникло, то неведомо ныне. Православный молитвослов. 1 Коринфянам, 4.11-4.15. Николай Нахимов. Пролог. Киев, 2003, 485-я страница. Создание, 912-го года. Страница, 422. Канон Пресвятой Богородицы. Обычно приписывается Феостерикту Иноку из Вифании в пустыне, жившему в первой половине IX века. Многие считают творцом этого канона, Феофана Начертанного, жившего в то же время при Льве Арменине. Акафист, Иисусус Ладчайший, переведен с греческого, но в употребление в греческой церкви не вошел. В России впервые этот канон был напечатан в 1697 году. Но Синод отнесся к нему сдержанно и попросил выправить его. Акафист, как полагают, впервые был составлен в первой половине VII века Георгием Песидейским, Константинопольской церкви, Малая Азия. Поводом к его составлению послужило счастливое окончание в 626 году войны императора Ираклия с персами и аварами. Патриарх Константинопольский Сергий в то же время ввел в церковное употребление и назначил петь его стоя в субботу, пятой неделе Великого Поста. Впоследствии по образцу первого Акафиста другими песнопевцами были сложные Акафисты Иисусу Сладчайшему, Успению Престой Богородицы, Кресту Господню, Святым Апостолам, Святому Иоанну Предтече, Архистратигу Михаилу, Святителю Николаю Чудотворцу, Всем Святым и прочим. Но в употребление греческой церкви они не вошли. Творцами канонов были Святой Иоанн Дамаскин, 776-780 год, он составил до 45 канонов. Косьма, епископ Маюмский, блаженный Феофан, епископ Никейский, 843 год, Иосиф Песнописец, 883 год, Феодор Студит, 826 год, Андрей Критский, творец Великого Канона, 713 год и многие другие. Чин апостольской литургии был следующий. Пение священных песен, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», песень «Слава Вышнюю Богу», «Господи помилуй», «Величит душа моя Господа», «Ныне отпускаешь рабат в его», «Свят, свят, свят Господь Саваов», «Херувимское», много позже. В постоянном обиходе пение «Аллилуйя» и первое место занимала молитва «Отче наш». Чтение священного Писания, в том числе главным образом Евангелия и творения святых апостолов, их деяния и посланий. Каласим 4,16, 1 Фессалонкин, 5,27. Поучение молитвы о себе и о всем мире, благодарение и хвалы Бога Отцу Великому в своих совершенствах и дарах благодати, освящение даров с произнесением слов Спасителя при установлении таинства и с молитвы о неспослании Святого Духа, воспоминание перед засветившимися жертвами живых и мертвых, после чего читал «Сотче наш», раздравление даров и преподание их верующим под обоими видами заключавшихся благодарение. 1 Калимфинам, 10,16, 11,26, Деяния, 2,42,46, 20 глава, 7 стих. При патриархии Прокли, преемники Златоуста, ввели «Святый Божий, святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас», опираясь на видение поднятого в воздух отрока. Символ веры с 325 года произносился в церкви только в одни крещения оглашенных. В каждое богослужение он был принят между 510 и 517 годах. Песнь «Единородный сын, Божий, бессмертный сын» составила император Юстияне, и она с 1536 года вошла в состав литургии. При патриархии Константинопольском Иоанне Схоластике в 573 году была принята в чин литургии составленная им песнь «Ижихи Рувимы» и «Вечеря твоя тайная». В начале VII века при патриархии Сергии установлено петь после Прочищения, да исполнится уста наши и ныне силы небесные. Честнейшую Херевым составил Косьма Майомский, последний четверг, VIII века. В X веке на Афоне к тексту этой песни было сделано в начале добавления «Достойный Исек воистину». С 980 года она поется в церкви. В 311 году священномученик Афиноген, готовясь к смерти, составил песню «Свете Тихий». В V веке против Нестория, еретика, не называвшего Деву Марию Богородицей, чаще стали именовать Матерью Господу Богородицей, и тогда же Кирилл Александрийский составил песню «Богородица, Дева Радуси». В VIII веке составлены принят к употреблению церкви канон святого Андрея Критского. В этом каноне святитель Андрей принадлежат лишь трополи 250, кроме трополей в честь Марии Египетской, которые вместе с Ирмосами позднейшего происхождения полагают, что они принадлежат Иоанну Дамаскину. Он же написал «От тебе радуются благодатные. Многие множество моих Богородица прегрешений, и также Богородчественной и причистым образом твому поклоняемся благей». Чин торжества православия составлен по второй половине IX века Мефодием Исповедником, Патриархом Константинопольским. Праздник у Пасхи пришествовал в пост, сперва не везде одинаковой продолжительностью, и само время его празднования было установлено только в 325 году на соборе, под предстательством некрещенного императора Константина и только при смерти крещенного еретиком Арианином. Праздник Рождества Христова и Крещения его сперва соединились вместе и начали праздноваться раздельно с IV века. Чин Великих Часов на Рождество Христово составлен Сафронием, Патриархом Иерусалимским, 644 год. Ему принадлежат окончательные установления древнейшего чина Великого Водоосвящения в новей чере Богоявления. Крестный ход после Литургии получил начало в IX веке при Патриархе Константинопольском Фотии. Празднование Сретения было установлено при Юстияне Византийском, когда была моровая язва и одному благочестивому человеку было откровение, что бедствия прекратятся, если будет установлено торжественное празднование Сретения. Преображение празднуется с IV века. Прокол, Патриарх Константинопольский, 1447 года, составил слово на преображение. Вознесение со времен Ефрема Сирина, 373-379 год. К тем же дням относится установление и празднование Пятидесятницы. Празднование входа Господнем в Иерусалим с IV века. Праздники Рождества и Успения Богородица с IV века. Книга Исфир, 9 глава, 27-28 стих. Ясно, что все песнопения о Пуриме не могли появиться раньше данного события. Так точно и относительно песнопений церковных. Они были написаны, как правило, в связи с какими-то событиями, появлением ересей. Книга Тави, 13-1. В радости Тавид написал молитву в стих словах. Благословен Бог, вечный живущий, и благословенность царства Его. Почему-то не смогли удержаться на апостольской простоте богослужений, не посчитали нужным сохранить первоначальное. 1 Маковестик, 2-22. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Стихотворение. Престижно говорить о динозаврах. Музейных редкостях, похищенных умело. Смакуют новости, добыть и на завтрак. Откушайте, отведайте и съешьте. И слушают и смотрят, разевая рот. Младенцы старые и дряхлые старушки. Любую ложь в эфире подберет. Глазеть привыкла без разбора слушать. И почему повымерли бизоны? Военный ушел, пятиконтроп. Все слопает, вглотнет медведь с просонья. Таков безбожный человеческий, человечий рот. А надо на потребу лишь одно. Смоли ее внимать словам Иисуса. И выжигать ту жажду уж каждым днем. Там пища калорийна, всем по вкусу. Искать полезную жемчужину купцу. И не жалеть ни времени, ни силы. Не ждать, когда на блюде принесут. Когда о том мы вовсе не просили. Знать, почему столь хилы христиане. По сектам мыкаются, ересь удавясь. Утерян божий страх, что божий суд настанет. Там головы пристанут раб и князь. Библейские истории вникать. Из тех примеров накопляя опыт. Об истине великой вопрошал Пилат. Столетий двадцать до нее там топать. Свежее нового библейские сюжеты. Их рассекреть и примени сегодня. Своими прихотями искренне пожертвуй. Искренне пожертвуй. Лишь слово Божие всегда повсюду годно. Как вымерли монахи, мастодонты. Монастыри пустынные рассеялись. Жива лишь Библия, а прочие условно. Как мошкара исчезнут Путин ельцем. 2006 год Игнатий Тихнович Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok